библейский портал экзегет.ру представляет здравствуйте меня зовут дмитрий добыкин и мы с вами на библейском портале экзегет мы с вами сегодня дочитаем последнюю главу книги премудрости соломона напомню что эта книга не каноническая была написана за полтора века до пришествия христова и автор живет египте наставляет своих соплеменников чтобы они сохраняли истинную веру и для этого он обращается к истории которая происходила с евреями в египте для евреев глубокая глубокая древность но понятно почему почему он не обращается там как виллу ну или ассирий потому что ну вавилон ассирия далеко они сейчас их тем более их сейчас нету а вот египет здесь ну давайте читать мы прочитаем небольшой отрывок затем я его толку и идем дальше одни часть над нечестивыми до конца тяготел не милостивый гнев ибо он предвидел и будущие дела что они позволят им отправиться из поспешно выслав их раскаются и погонятся за ними ибо еще имея в руках печали рыдая над гробами мертвых они возымели другой безумный помысл и тем тех кого с мольбами высылали преследовать как беглецов увлекла же и к тому концу судьба которые они были достойны и она навела забвение случившимся дабы они восполнили наказание достававшие к их мучению и дабы народ твой совершил славное путешествие они нашли себе необычайную смерть ибо вся тварь снова свыше преобразовала в своей природе повинуясь особым повелением дабы сыны твои сохранили сохранились невредимыми явилась облако осенящий стан а где стояла прежде вода показалась сухая земля из черного моря беспрепятственный путь из бурной пучины зеленая долина покрываем этой рукой они прошли по ней всем народом виде 9 чудеса они паслись как кони играли как агнцы славит себя господь избавителях ибо они еще помнили о том что случилось во время пребывания их там как земля вместо рождения других животных произвела нипов река вместо рыб изверлась множество жаб а после они увидели новый род птиц когда увлекшись пожеланием просили приятной пищи ибо в утешение им налетели с моря перепела хорошо значит давайте разбираться нечестивые это египтяне и немилостивый гнев ибо он пределы будущие дела значит о чем здесь речь господь естественно все знает более того можем говорить что он пребывает вне времени и поэтому перед ним вся история человечества как бы раскрытого сразу он видит ее всю и бог естественно знал как поведут себя египтяне после того как они отпустят евреев и поэтому господь наказал их после этих деяний но здесь автор хочет показать что божие наказание но как бы вот этой наказание тьмы и наказание смерти первенцев она была не окончательная потому что они еще испытают наказание поэтому так вот так он и описывает что бог предвидел их будущее дела египтяне похоронили своих умерших евреи ушли и вдруг египтяне при ум решают вернуть евреев и снова и сделать рабами значит чтобы понять почему они это сделали почему они решились вернуть евреев давайте просто вспомним кем были евреи для египтян это были государственные рабы то есть они работали не по домам в каком не в мелких хозяйствах они работали на строительстве крупных городов то есть про эти города сказано то есть это рабы которые приносили огромную пользу государству они были выгодны и соответственно уход какого-то количества евреев из египта это такая дырка в экономике и поэтому они решают их вернуть это как бы можно объяснить из текста книги исход здесь же автор говорит немножечко другому он использует слово которое вообще-то не встречается в священном писании он говорит судьбе то есть египтяне должны были получить полное наказание и вот они как бы влеклись к этому к этому божьему наказанию конечно этот рассказ нужно рассматривать свете и предыдущих рассказов и книги исход и становится понятным что конечно бог не приписал и предписал этим египтянам обязательно погибнуть то есть они должны были погибнет господь позволил египтянам омрачить свое сердце забыть те наказания которые бог им посылал и устремиться за евреями и вот зная это он их наказывает потом вот то есть еще раз чтобы вот это было понятно нет судьбы нет судьбы здесь данном случае автор использует это слово для ну просто описание того как это могло восприниматься идемте дальше в шестом стихе сказано ибо вся тварь снова свыше преобразовала своей природе пленуясь особым повелением дабы сыны ты сохранились невредимыми здесь очень интересный момент который связан с переходом евреев через черное море здесь и дальше будет об этом говорится что они как они шли но вот своего рода так такой даже юмор можно сказать что ведь овцы ну или там ну или те животные которые вместе с евреями шли которые шли по моря получается они стали стали морскими и а это же не этой это невозможно вот их природа изменилась что они могли перейти конечно никакая природа их не менялась не как были овцами так овцами остались вот такой образ что посмотрите овцы идут по дну моря они стали другими вот это конечно такое поэтическое поэтический прием хорошо значит вот то что евреи проходили через черное море это был знак того что над ними была божья рука образ который здесь дальше используется в девятом стихе они паслись как кони играли как англцы здесь сравнение животных с животными но в данном случае когда лошадь выпускают на пастбище она там бегает и прыгает да то продается когда ягнята бегают они тоже прыгают и вот такой тоже образ радости которые испытывали евреи после перехода через черное море сами евреи радуются и они вспоминают то что было в в египте здесь конечно поэтическое сравнение и либо либо представление которые были у людей в те времена о происхождении животных значит мы сейчас все прекрасно знаем что чтобы появилась новая жизнь должна быть другая жизнь то есть живое не появляется из живого однако вот это представление возникло не очень давно до этого например были мнения о том что например мыши могут появляться от старой одежды или в старой одежде зарождаться самозарождение жизни и вот здесь возможно об этом тоже сказано что земля и вода рождает но земля должна рождать определенных животных вода должна рождать рыб однако в египте произошло противоположное из земли появились скрипы скрип это церковнославянизм который взят из греческого языка и как бы в обычном значение он обозначает шу но в данном случае речь идет вообще всяких мошках которые появились в египте и от которых страдали египтяне и их животные рыбы они в воде но вместо рыб на землю вышло множество жаб и дальше автор снова перри перепрыгивает из истории египетских казней то история которая произошла с евреями во время странствования то прилет перепелов евреи начали роптать на бога о том что вот они когда-то жили в египте их там хорошо кормили и бог пообещал им дать мясо и действительно к ним прилетели перепела вот о том что это что эти перепела были даны из-за ропота здесь ничего не сказано здесь просто говорится о том что они прилетели хорошо читаем дальше а грешных постигло наказание не без знамений бывший силу молнии они справедливо страдали за свою злобу ибо они более сильно питали не на чужеземцем иные не принимаем не знал незнаемых странников а эти порабощали благодеятельных пришельцев и мало этого но еще будет суд на них за то что те враждебно принимали чужих а эти с радостью приняв потому потом уже пользовавшись одинаковыми правами стали угнетать ужасными работами посему они поражаем были слепотою как тени когда при дверях праведника когда будучи объяты густой тьмой искали каждый входа в его дверь значит о чем здесь говорит автор значит он говорит о том что египтяне подобны жителям содома и жители содома угнетали странников которые к ним приходили мы об этом читаем в книге бытия где рассказывается о истории истории погибели содома значит эти же египтяне они как бы приняли евреев книга исход книга бытия тоже рассказывает о том как евреи переселились и они пользовались одинаковыми правами с египтянами но потом сменилась династия пришел новый фараон который не знал и иосифа и он начал угнетать и дальше такое сравнение вот эти обижали чужеземцев египтяне тоже обижали чужеземцев бог на жителей содома наслал слепоту а на египтян он наслал тьму чем закончилась история содома по гибели содома наказанием судом с чем закончилась закончится история египта тоже божьим наказанием ну и здесь каждый как бы делает параллели кто по своей сути египтяне которые угнетают евреев хорошо дочитаем дочитаем 19 главу самые стихии изменились как парфи звуки изменяет свой характер всегда оставаясь теми же звуками это можно усмотреть через тщательно наблюдение бывшего ибо земные животные переменялись в водяные а плавающий отдых выходили на землю огонь вводил удерживал свою силу а вода терял угасающие свое свойство пламя наоборот не вредило телам бродящих удобно разрушимых животных и не таял и не то легко растаяющий снеговидный рот небесной пищи так господь ты во всем возвеличил прослав народ твой и не оставлял его на всякое время на всяком месте пребывал с ним давайте здесь разберемся здесь автор соединяет несколько моментов из египетских казней и из перехода евреев через черное море и странствия по пустыне значит что он говорит что вот стихии огонь вода воздух и земля оставаясь теми же самыми однако изменяли свои свойства так и приобретали другие свойства и вот здесь он он говорит земные животные переменялись водные это когда евреи путешествовали по пустыне ну вот тос тот самый рассказ о путешествии там оец и другого скота по дну моря плавающий водах выходили на землю это это лягушки или жабы огонь в воде держал свою силу и вода теряла угошая свои свойства есть есть предание лента мидраши которые говорят о том что в во время казни соединялся одновременно соединялся снег и огонь град град внутри которого был огонек уголек и они вместе падали при этом не уголек не сжигал град а град не тушил уголек пламя вот в данном случае пламя это не огонь а это солнце потому что не вредило телам бродящим удобно разрушимых животных лягушки выходили на сушу но лягушки и жабы не могут долго находиться на воздухе потому что им нужно влага для смазывания кожи иначе кожа пересохнет и они просто умрут они не смогут дышать однако вот эти же эти жабы могли выйти из него и наполнить весь египет значит и не то легко растворяющийся снеговидный рот небесной пищи про небесную пищу это про маму вот автор заканчивает свою книгу очень короткой молитвой так господь ты во всем возвеличил и прослал народ твой и не оставлял его но во всякое время на всяком месте прибыл с ним это отсылка к истории и это надежда для евреев которые живут сейчас в египте бог был с евреями он их поддерживал и будет поддерживать и дальше мы с вами прочитали книгу премудрости соломона мы были с вами на библейском портале экзегет меня зовут дмитрий берч добыкин спасибо за внимание всего доброго смотрите другие наши записи